добрый день дорогие друзья я рада приветствовать вас на канале жанна в турции онлайн сегодня 7 февраля и у нас продолжается сериал под названием путешествие в кютахию пересказывать содержание первых серий я не буду если вам интересно другая турция и другой отдых здесь посмотрите пожалуйста предыдущие видео на этом канале а сегодня пятая серия возвращение домой и посещение исторических мест времен александра македонского и султана сулеймана мне кажется что все очень удачно складывается мы отдыхали и путешествовали в будние дни увидели много всего интересного отсняли большое количество видео и сейчас выходные комендантские сутки когда особо не разгуляешься у меня есть что вам показать а вам есть что посмотреть а вот здесь сейчас будет основной контроль все машины просят отъехать на специально отведенную полосу и каждого проверяют на каком основании путешествуют перемещаются во время комендантских суток дальше снимать не могу сейчас обязательно сделают замечания мы вполне благополучно миновали этот серьезный блокпост провели на нем не более пяти минут у нас проверили и кометы отсканировали штрих-код они выданы через анталию мы уточнили что едем в аланию и все больше никаких документов у нас не попросили мы думали что будут проверять хес-код наличие ваучера но обошлось без этого все очень быстро и спокойно получается что в выходные дни проверяют только скоростной режим но опять же с предупреждением стоит предупреждение о том что будет радар-контроль через какое-то промежуток дороге стоит действительно машина с радаром они смотрят с какой скоростью вы едете и один вот этот серьезный блокпост на котором проверяют документы невероятное количество теплиц вокруг дороги до горизонта сплошные белые пятна это все теплицы здесь выращивают абсолютно все овощи и фрукты и бананы мы уже четвертый час в дороге из кетяхи и валанию потрясающие виды открываются перед нами я извиняюсь за грязное стекло она уже не отмывается какая-то живность об него бьется температура воздуха 17 градусов мы все ближе и ближе подъезжаем к анталии хочу поделиться с вами этими красотами шикарные зеленые горы покрытые соснами уходящий далеко вперед конца и края не видно это путешествие конечно дало нам массу положительных эмоций позитивный заряд кучу воспоминаний которыми мы теперь будем подпитываться до следующей нашей поездки уж не знаю когда она состоится через неделю школа опять мы будем привязаны к дому красиво сейчас за поворотом очередной шедевр природы откроется такое серьезное сужение дороги ограничение скорости до 30 километров всех загоняют на одну полосу возможно будет пост жандармирия но никого нет у них может быть обед ой пальмы ну все это значит что мы уже практически приехали последние четыре дня мы не видели ни одной пальмы вот они здравствуйте а там видна снежная вершина до природа потрясающая смотрите пальмы и снег анталия осталась позади температура воздуха 22 градуса а мы подъезжаем к выставочному комплексу экспо здесь проходят съемки голливудского фильма режиссер гай ричи а главную роль в шпионской картине играет популярный актер джейсон стедхам он проживает в роскошной вилле отеля регнум раньше там жила дженнифер лопес знаменитости очень активно делятся информация о съемках этого фильма в соцсетях и это делает очень хорошую рекламу турции министр туризма и культуры лично побывал на съемочной площадке и пообщался с голливудскими звездами известно что часть съемок нового фильма будет проходить в исторической части анталии калийчи ну вот и море показалось любимый многими пляж инжеком вокруг которого находятся отели дорога домой оказалась намного быстрее чем из дома мы доехали за пять часов снимаю побольше видео потому что до понедельника мы теперь на улицу не ногой алания конечно прекрасно но я предлагаю вам вернуться в древний город кютахия который был основан еще фригийцами и славится он не только керамикой а еще и тем что здесь располагалась ставка александра македонского со временем кютахия перешла к османам и в период расцвета османской империи город стал быстро развиваться потому что предусмотрительный султан селим отец султана сулеймана переселил сюда множество мастеров гончарного дела и буквально за два столетия кютахия из маленького провинциального городка превратилась в крупный центр по изготовлению керамической посуды мы находимся на центральной площади старого города и главная достопримечательность здесь мечеть улу датируется она пятнадцатым веком это одна из самых больших и древнейших мечетей кутахия действует она кстати и по сегодняшний день ух ты же двери посмотрите как так что написано вход с другой стороны а здесь вот это шедевр посмотрите как закрывали входы давайте сверху вам вот так покажу ковер обшитый кожей все так сделано знаете руками вида так грубо и там стоит дата восемнадцатая двенадцатая 1960 год на цепях это держится слушайте ну так колоритно интересно почему этот главный вход закрыли а 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Какая красивая мечеть с этой стороны Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Как же там внутри, интересно Но я не знаю, можно ли мне туда заходить Наверное, нет Но особо пока никто не возмущается тем, что я снимаю Наоборот, даже относятся к этому с пониманием Так, а здесь что? Тоже видно, что старое здание Музей Обратите внимание, музеи работают по единому расписанию Время работы ограничено И обязательно требуется на входе хескот Не знаю, как быть с туристом Если вдруг они не смогут его получить Все, зашли Здесь можно разговаривать На улице молчало, пока там азан Сегодня очень много людей в мечети А в музее керамики мы единственные посетители Для нас специально включили свет Ну так, давайте начинаем обзор Как красиво, смотрите, в этом помещении Здесь так оформлено, как будто бы это комната Смотрите, да, вот эти тарелки Огромные, даже это не тарелки Это блюда, подносы Традиционная турецкая мебель Вот эти подушечки Они, кстати, очень жесткие У меня такое ощущение, что они наполнены Смотрите, вообще не продавливаются Даже не поролоном, а какой-то жесткой соломой Часики такие, антиквариат красиво Смотрите, как очень интересно Это икона Здесь каждый экспонат в единичном экземпляре И все это ручная работа Но вот такого я еще не видела Вот в виде блюда, да, вот этого круга Очень интересное изображение Да, вот таких икон, наверное, нет больше нигде Движемся дальше Что у нас тут еще? Одна красота То ли кувшин, то ли ваза Ой, панно шикарное Как красиво Граммофончик, патефончик, доисторическое радио Но это вряд ли что-то функциональное Скорее всего, просто декорация Руками трогать нельзя, естественно Ой, мне вот это нравится Что-то такое необычное Вот такой формы я не видела вазы Красиво Интересно смотрится Уютненько очень Камин Красота, красота Так, здесь что-то на арабском написано Я думаю, эта комната, она не случайно в таком интерьере Напоминает столовую, гостиную, да Это здание также датируется 15 веком И имеет непосредственное отношение к мечети Улу И к мечети Дёни-Рилер Которая была построена специально для братства Дервишей Это помещение первоначально предназначалось для приема пищи и для отдыха Ну а сейчас здесь располагается, как говорят, самый богатый в Турции музей керамики Интересен он тем, что здание старинное, необычное И, конечно же, экспонатами, которые здесь представлены Они уникальны не только потому, что им много тысяч лет Но и еще потому, что они неповторимы Вот это действительно так и есть С цвеками был утерян секрет изготовления красителей Которые придавали изразцам изысканный трудноуловимый блеск И современные плитки кютахии выглядят по сравнению с вот этими образцами османской эпохи Более бледными и грубыми Несмотря на все старания современных мастеров Они никак не могут найти вот это сочетание Чтобы плитка имела такой же насыщенный и блестящий рисунок Красивые украшения, скорее всего, из серебра Ожерелье, браслеты Мощные такие Огромные вазы Ее даже на распорки поставили Она сама не может, наверное, устоять Тима прям категорически мне сказал Снять обязательно изображение Ататюрка Если вдруг у вас появится желание приобрести керамическую посуду Имейте в виду При выборе обращайте внимание на ее вес Чем легче изделие, тем оно менее качественное А чем тяжелее, тем оно лучше И, естественно, что отличается ненанесением узоров Нужно смотреть Узор бывает гладкий, бывает выпуклый Если вы приобретаете как сувенир То, в принципе, разницы особой нет Можно взять и тот, и тот вариант А если вы думаете использовать по назначению Непосредственно как посуду То тогда, конечно, только с гладкой поверхностью Потому что выпуклые рисунки Они будут сбиваться при использовании И вся красота очень быстро уйдет А вот это интересно Вот такого сочетания цвета на росписи Я еще не видела Что, Тимочка? Золотая рыбка Ну, какие интересные здесь изображения Посмотрите, куда мы подошли Это усыпальница, получается Вход закрыт Замурован Обнесен заборчиком И внутри саркофаг Так, сейчас я вот камеру сделаю сюда И опять же Все выложено плиткой И пол, и сам саркофаг Движемся дальше Вот здесь ярко видно цвет Да В одной цветовой гамме С добавлением черного Цветочные мотивы Что тебе здесь нравится? Котик? Я даже не сомневалась Сразу тоже на него обратила внимание Ой, как пестренько Казалось бы, да? Ой, мелкая роспись какая Вы посмотрите, какие элементы Это же нужно каждый вывести При этом соблюдать пропорции Тут уже, конечно, на любителя Кому нравится поспокойнее Кому поярче Вот здесь видно структура Прям такая выпуклая Нанесение рисунка Да, великая история Великая культура Прекрасно сохранившиеся объекты А вот они и сказочные экспонаты Лампа Аладдина Какая красота Вы посмотрите Это было сделано для луководца Китая Да ты что? Угу Моё внимание привлекла огромнейшая дверь Видно, что она старинная Стоит под стеклом Отдельным экспонатом И это дверь от мечети Улу Её сняли И вот здесь она теперь представляет из себя Музейный экспонат Смотрите, какая толстая Музей керамики не ограничивается Только внутренними зданиями Здесь и во дворе тоже выставлены экспонаты Огромнейшие вазы Ой, какая прелесть Что-то он мне показывает Что-то хочет показать Ну, пойдемте Какая кошечка, супер Нет, побежала А что хотел показать Ой, здесь еще как много экспонатов Вы посмотрите, какие они интересные Под номерами Очень много надписей Не только рисунки Еще и надписи А, вот Тешкелер Вот куда он меня вел Огромнейшие вазы Стоят здесь Камни какие Супер, большая территория Так, опять Начали читать намаз Все, я замолкаю Давайте покажу вам Это, наверное, как жорнов какой-то Да, для перемолки Серна использовали Ну, вот Все, что могла Я вам показала Охранник музея Скучает Посетителей мало Решил меня поводить Да, конечно, интересно Тешкелер 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 Очень красивый родничок Видно, что этой плите много лет Точно так же Тешкелер Тешкелер Много веков назад Здесь располагалось Медресе А сейчас Археологический музей И мы, конечно же, Обязательно туда сходим Еще даже не заходя Посмотрите Какой саркофаг Прям на улице Под открытым небом Исторические экспонаты Отлично сохранился Прям цельная такая плита Закрытая Так, мальчики мои уже зашли Я видела, что у них спросили Хескод Мироба Хескод Сейчас Ну вот, сейчас придется мне отключиться Чтобы показать Хескод Посмотрели, но не записали Просто удостоверились, что он у меня есть Так, на входе сразу правило По ковиду Что нужно делать Как себя вести Санитайзер У нас сработали музейные карты А вообще вход сюда платный Вот, видите Так, движемся дальше А здесь норовар По центру Смотрите Это саркофаг Какой Большой Какой красивый Так, это что такое Колонны какие-то Верхушки колонн Давайте мы его обойдем Вокруг Подойти Прям слишком К нему прикоснуться Не получится Видите, он огражден А, его укрепили Вот так вот там Внутри Ну как же хорошо Он сохранился Вы знаете Это прям вот белый мрамор Это не просто камень Это не просто камень Смотрите, как все Четенько Ну и можно понять По изображениям Чем жили люди Того времени Да, это сражения Это войны Так, что у нас тут Саркофаг Саркофаг датируется Вторым веком В нем были обнаружены Два тела Ученые предполагают Что великого полководца И его супруги Он является основным экспонатом Этого музея Но, конечно же Здесь, в нескольких залах Еще очень много всего интересного И это опять тот случай Когда интересны Как экспонаты Так и само здание Раскопки в окрестностях Кутахии Продолжаются по сей день И вот пока мы здесь отдыхаем Пришло сообщение о том Что при проведении раскопок На территории древнего города Айнозой Кстати, эта гробница тоже оттуда Обнаружен огромный клад монет Римской эпохи Который ученые уже назвали бесценным 651 серебряная монета Эпохи римского императора Августа Нашли в старинном кувшине Раскопки археологи ведут здесь активно С 2011 года А в 2012 году Объект был внесен В предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО На территории этого города Айнозой Находится хорошо сохранившийся храм Зевса Найденная коллекция монет Будет распределена по турецким музеям Наверняка и в этот музей тоже они попадут А мы, к сожалению, во время своей поездки До храма Зевса добраться не успели Но будет повод вернуться А на этой витрине золотые украшения Скорее всего, это браслеты Цепочка Кольца К сожалению, не могу снять их ближе В стекле отражается социальная дистанция Это серьги Так, как бы вам так, чтобы вы их увидели Да, плохо видно здесь Все отсюда Тоже плохо видно Вот отсюда лучше видно, по-моему Смотрите, какие интересные подвески Сережки Да, тонкая ювелирная работа Возможно, кто-то из вас хорошо знаком с историей Поэтому ваши комментарии будут ценные Ну, а для тех, кто видит это первый раз Пожалуйста, фантазируйте Изучайте Посмотрите, как четко сохранились орнаменты на посуде Вот на эти экспонаты Тимур обратил особое внимание Здесь изображение быка И он это связал с тем, что сейчас год быка Значит, не зря мы сюда приехали Мне кажется, на сегодня достаточно И, пожалуйста, не смейтесь Я вам сейчас скажу, что и это еще не все Из того, что мы видели в Кютяхе До сих пор мы так и не добрались До древней крепости и деревянных особняков Согласитесь, их тоже нужно увидеть Так что оставайтесь на моем канале Я прощаюсь с вами До следующего видео Жду ваши лайки и комментарии До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!